В Индонезии расследуют авиакатастрофу Боинга 737, который сегодня утром разбился над Яванским морем. Самолет исчез с радаров через 13 минут после взлета на высоте ниже километра. Все 189 человек на борту погибли. Водолазы пока так и не нашли черные ящики. А у экспертов нет ясного понимания, что могло сломаться в лайнере на бейшей модификации, который не налетал и трех месяцев. Репортаж нашего Сапкора Сергей Менгажева. С борта патрульного катера погибших доставляют в Жакарскую больницу для опознания. Очевидцами крушения самолета стали моряки на борту баржек. На их глазах лайнер рухнул в воду и затонул. На кадрах снятых на мобильный телефон мелкие фрагменты фюзеляжа и личные вещи пассажиров, оставшиеся на поверхности. Глубина в этом районе 30-35 метров. Пока нам не удалось обнаружить корпус самолета. Поисковая операция продолжается. В район проведения стянуты все необходимые силы. Всего на борту было 189 человек, включая 8 членов экипажа. Среди пассажиров трое детей, из них двое грудные младенцы. Боинг 737 Макс совершал внутренний рейс из Джакарты в город Пангалпинанг на небольшом острове Банга, недалеко от Сулавеси. Через 13 минут после вылета лайнер исчез с радаров. Пройдет еще несколько минут, и он рухнет в воду примерно в 60 километрах от побережья. Никаких версий даже предварительных власти Индонезии не выдвигают. Перед тем, как с Боингом была потеряна связь, пилот запросил разрешение вернуться в аэропорт Джакарты. Но о причинах он сообщить так и не успел. Сам самолет абсолютно новый. Первый рейс на нем был совершен 15 августа этого года. Профессионализм пилота вопросов не вызывает. Капитан 31-летний Пхавие Сунеджи, гражданин Индии. За 7 лет работы у него более 6000 часов налета. Владелец лайнера, вторая по величине, индонезийская авиакомпания Лоукостер, Лайон Эйр. 7 лет назад заключила с Боингом рекордный контракт на покупку 250 самолетов почти на 22 миллиарда долларов. Тот, который разбился сегодня, новейшая модификация серии 737, четвертое поколение, МАКС. Продавать их начали только в этом году. Именно Лайн Эйр стал первым в мире авиаперевозчиком, начавшим эксплуатацию этих самолетов. В предыдущий раз потерпевший аварию Лайнер совершал рейс из Денпасара в аэропорт Джакарты. После этого был допущен к дальнейшим полетам. Правда, были данные о технической неисправности, но мы с ней справились. Сразу после катастрофы корпорация Боинг пообещала оказать максимальное содействие в расследовании этой трагедии на кону, деловая репутация и контракт стоимостью свыше 6 миллиардов долларов. С сегодняшнего дня все сделки по закупке самолетов Боинг 737 МАКС, а это 50 бортов, в Индонезии заморожены. Есть данные о том, что сегодня был обнаружен топливный бак, поврежденный взрывом. Но официальные лица это никак не комментируют. По их словам, сейчас главное — это поиск пропавших. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро вестей.